Операция умножения записывается удивительно просто. Давайте я покажу для тех, кто знает тригонометрические формулы, а потом объясню для тех, кто не знает. Так вот, для тех, кто знает, представьте себе, есть такое число r косинус фи плюс i r синус фи. И какое-то другое число, скажем, r большое, косинус, не знаю, там, альфа плюс i r большое синус альфа. Давайте перемножать по тому алгебраическому правилу. Я, правда, не объяснял, откуда оно берется, но вот предположим, что алгебраическое правило нужно знать. Тогда будет так. Произведение косинусов минус произведение синусов плюс i умножить на косинус фи синус альфа плюс синус фи косинус альфа. Так вот, господа, для тех, кто знает уже тригонометрию, эта величина – это косинус суммы углов, а вот эта величина – это синус суммы тех же самых углов. Поэтому потрясающее правило. Для того, чтобы перемножить два комплексных числа, надо их абсолютные величины перемножить, а аргументы, что надо сделать? Что надо сделать с аргументами? Совершенно верно. Аргументы складываются. Ребята, это замечательно. Это очень простое правило. И для того, чтобы успешно работать с комплексными числами, надо на самом деле знать оба правила. И алгебраевическую форму, когда выводим отдельный и, кстати, отдельный афсисус, отдельный афсисус, отдельный афсисус. И вот такую форму, когда перемножаем модули и аргументы складываем. Кстати, всем понятно, что будет когда мы будем делить. Надо делить абсолютную величину, а аргументы, что? Вычитать. Вычитать, конечно. Вот, замечательно. Но я сказал, это я сейчас сказал для тех, кто знает тригометрические соответствующие формулы. И хуже того, для тех, кто поверил вот в эту формулу. Потому что вообще абсолютно непонятно, откуда она делась. Оказывается, есть альтернативный подход, который делает более понятной всю эту вещь. Я знаю даже два таких альтернативных подхода. Один из них хорошо объясняет вот это, а другой из них очень хорошо объясняет вот это. Значит, господа, для того, чтобы разобраться вот с этим, надо сказать, что такое множество комплексных чисел. Кстати, это нам все равно потребуется. Все равно, на самом деле, потом в алкебре это всплывет. Поэтому я не просто так пытаюсь баловаться. Вот она формула. Надеюсь, что хотя бы кто-то из вас первый раз в жизни это увидел. Что здесь написано? Мы рассматриваем всевозможные многочлены с вещественными коэффициентами. И каждый раз, когда видим х квадрат, заменяем его на минус единицу. То есть вводим такую букву, и у нее правило работы. Как только видишь х квадрат, имеешь право заменить ее на минус единицу. И наоборот, минус единицу в любой момент имеешь право заменить на х квадрат. То есть все многочлены рассматривая с точки зрения их остатков отделение на многочлен х квадрат плюс один. Ребята, если кто-то из вас на математические кружки ходил, то, наверное, вы знаете такую вещь, так скажем, множество остатков отделения на пять. Знаете, да? Вычисление по модулю пять. Или остатки отделения на десять. Что такое остатки отделения? Это называется на последнюю теку числа. Смотрите, да? Так вот, есть огромная разница. Когда у вас остатки отделения на пять, то, когда вы перемножаете два не делящихся на пять числа, то результат тоже на пять не делится. А вот когда делящийся на десять, то проблема. Потому что дважды пять – это, как известно, десять, и при этом два не делится на десять, и пять не делится на десять. Это так называемые делители нуля. То есть, когда число само по себе не ноль, умножающее его тоже на число, которое не ноль, а результат получается ноль. Так вот, здесь никаких делителей нуля нет. Если кто-то из вас вообще задумается, то поймет, что вот такого типа штуки можно делать всегда, когда здесь многочлен, не разлагающийся на множителе. Повторяю, через некоторое время нужно будет в более общей ситуации все объяснять, рассказывать. Поэтому пока я думаю, что на этом хватит. В общем, что эти для любителей Анны задумываются на эту тему, когда они вам все подобное расскажут, и даже, наверное, и я. А вот здесь я расскажу подробнее, вот следующую идею. Господа, я мог ввести понятие умножения и сложения для векторов на плоскости следующими двумя определениями. Первое. Сложение комплексных чисел это сложение векторов. Ну, собственно говоря, вот форма картинка нарисована, да? Все точно. Все понятно. А вторая форма такая. Умножение комплексных чисел это то же самое, что умножение соответствующих поворотных гомотетий. Вот боюсь, что такое поворотное гомотетий не все понимают. Значит, господа, вот смотрите, у нас есть плоскость. У нас есть плоскость. На плоскости есть точка с координатами 1, 0. И на плоскости есть какая-нибудь другая точка с модулем R, модуль R, 2, 2, 3, 3, и с аргументом фи. Это вот это глупо фи. Я могу сделать следующую штуку. Начало координат стоит на везде. Всю плоскость я в R раз растягиваю и поворачиваю на угол фи. Поворотная гомотетия это гомотетия плюс поворот. Каждая точка становится в R раз дальше, чем она была. И к тому же еще направление на нее поворачивается на фи. Принято всегда поворачивать против числовой стрелки. Тогда смотрите, как все будет понятно. Если у вас были какие-то любые два комплексных числа, и у них была сумма, то совершенно понятно, что если их, каждый из них подверглый гомотетии, в сколько-то раз они стали длиннее оба, то весь предлагал просто изменил свою форму. Форму не изменил, а изменил свою рву. И повернулся на угол фи. От этого тоже остался предлагал. Значит, если определение произведения двух чисел взять вот такое, то есть, чтобы умножить вот это число на это, надо этот вектор повернуть на угол фи и в э раз растянуть, то мы, во-первых, получаем, что очевидным образом произведение чисел, это когда модули перемножились, а аргументы сложились, правильно? А во-вторых, мы получаем, что когда у нас была сумма, какая-то там, два комплексных числа, Z1 и Z2 умножались на какое-то там другое комплексное число, W, то это то же самое, что Z1 умножить на W, плюс Z2 умножить на W. Это, так называемый, закон дистрибутивности. А, ребята, если верить закону дистрибутивности, то получить вот такого типа формулу совершенно не проблема. Объясняю, почему. Когда умножается сумма числа на это число, то можно же сказать, что у нас есть комплексное число А плюс 0, и другое комплексное число, 0 плюс B. Умножим 0, на А умножать, это вообще не проблема, это АС плюс АДИ, да, АС плюс АДИ. А на И умножать, и на И умножать, это поворачивание 90 градусов к большевую числовую стрелку, правильно? Так, а сколько будет И умножить на И? минус единица. Минус единица, потому что два раза, 0 к большевую числовую стрелку. Отлично. Значит, мы с вами уже сделали довольно существенную вещь. Мы поняли алгебраическую и регламетрическую форму записи.